Зеленая экономика в городе над Богом должна развиваться, а люди, живущие в нем, знать, что такое устойчивое развитие и что делать, чтобы минимизировать свой экологический след и повлиять на решение различных экопроблем в городе. Это миссия «Зеленая неделя» в Бресте, стартом которой послужила экскурсия в научно-технической библиотеке. В рамках этой информационной компании мы разработали новый продукт, который называется «Экоигры по водным ресурсам». Это сценарий, и он является частью экопортфеля. Экопортфель – это комплект информационных документов, которые включают в себя сценарии, видеоматериалы, видеопрезентации, печатные продукции. И он предназначен для организации и педагогов, работающих с детьми. И этот продукт можно будет заказать бесплатно, мы его распространяем бесплатно на нашем сайте. Наш сайт – bresteco.by. Молодежи предложили познакомиться с выставкой фоторабот Аллы Сушко, координатора Брестского экологического информационного центра «Экодом», девушке, которая успела побывать в 63 странах мира и французского фотографа Франсуа Журдо. Им есть, что рассказать и что показать. Порядка 20 работ, сделанных в разных точках мира, привлекают внимание к экологическим проблемам, возникновение которых спровоцировано человеком. Опустынивание земель, уменьшение количества лесов, исчезновение видов флоры и фауны, изменение климата. Мы не осознаем, что загрязняя окружающую среду, мы загрязняем то, откуда приходит наша пища, наша вода, воздух, в котором мы дышим. Часто люди не ассоциируют себя с природой. Кажется, что природа здесь, а я там. Но это, к сожалению, не так. Все, что мы делаем, нам это возвращается бумерангом. Программа «Зеленой недели» под говорящим названием «Город в стиле эко» включает в себя также мастер-класс по раздельному сбору отходов и открытие точки сбора предложений и идей от горожан по концепции Брест Симбиосити. Чтобы эти идеи были поддержаны населением. Ну и поскольку «Время земли» организовало анкетирование через интернет, есть такая возможность. Но не все с ним дружат, не все умеют пользоваться. Поэтому, поскольку мы общественное, все-таки доступное место, мы готовы собирать такую информацию от всех, кто к нам приходит в библиотеку. Может быть, кто-то из наших читателей, кто-то специально придет. То есть, есть возможность заполнить анкету, внести свои предложения. Они потом будут систематизированы. И волонтеры «Время земли» эти предложения в систематизированном виде предоставят нашим местным властям. Сегодня каждый, у кого есть свежие идеи по созданию так называемого «умного города», может прийти в Брестскую областную научно-техническую библиотеку и внести свою лепту в общее дело, заполнив анкету. А экскурсии в рамках «Зеленой недели» в городе будут проводиться ежедневно до 13 октября. Предварительная запись осуществляется в научно-технической библиотеке.